Здравствуйте, уважаемые студенты! Значит, наша сегодняшняя лекция и следующая – это две последние лекции в этом семестре. И они будут посвящены уже тематике следующего семестра. Поэтому пишем большой раздел, большая тема. Ряды Фурье и наш первый параграф – пространство интегрируемых функций. Два интегрируемых функций. Значит, сначала обозначение, которое мы будем использовать. Значит, через Х я его напишу так в фигурных скобочках – А, запятая Б. Значит, подразумеваться будет либо отрезок А, Б, либо интервал А, Б, либо полуотрезок такой или такой. При этом символ А может быть символом минус бесконечность, а может быть конечное число, а Б может быть символом плюс бесконечность. Может быть. То есть, либо это ограниченное множество, либо это неограниченное множество, если один из этих символов есть вот такие символы. Значит, я буду писать множество Х. Итак, первое наше определение. Определение. Функция у, равная f от х, называется абсолютно интегрируемой, абсолютно интегрируемой на множестве Х, если интеграл от А до Б, f от х, dx, f по модулю, сходится. Так, значит, обозначение, обозначение. Множество вот таких абсолютно интегрируемых функций мы будем обозначать L1 внизу буковка R от х. Ну вот давайте посмотрим. Значит, пока мы говорим о совокупности, о множестве абсолютно интегрируемых функций. Давайте посмотрим. Значит, вот эта единичка относится к тому, что здесь стоит модуль в первой степени, потом у нас будет в квадрате, поэтому вот эта единичка. Буковка R. Поскольку мы с вами имеем дело только с интегралами Риммана, мы обозначаем, вот здесь ставим, что мы понимаем в смысле интеграла Риммана. И вот это пространство в смысле интеграла Риммана, понимание вот этого интеграла, как интеграла Риммана, оно немножко корявое получается. Почему? Посмотрите. Если функция f определена на отрезке АВ. И модуль f интегрируема на отрезке АВ. Ну, в смысле интеграла Риммана. Но отсюда вовсе не следует, что сама функция f будет интегрируемой на отрезке АВ. И у нас для этого случая был контрпример. А именно для этого случая была функция Дерихле придумана. Функция Дерихле ограниченная функция, модуль которой, ну, или Дерихле подобная, да, функция Дерихле подобная и так далее. Например, в рациональных точках, да, вот эта вот функция f равная единица f от x, если x принадлежит множеству q, и минус единица, если x не принадлежит множеству q, ну, то есть иррационально. Модуль этой функции, это, конечно, тождественно равная единице функция, которая интегрируема на отрезке АВ, но сама функция f интегрируемой на отрезке АВ не является. И вот за счет этого вот мы получаем некое такое кривое пространство, в смысле, в интегралах Лебега этой особенности нет, я уже неоднократно говорила. Поэтому мы здесь пишем буковку Р, понимая, отмечая, что мы имеем дело с интегрированием, с интегралами в смысле Риммана. Ну, естественно, если функция f не ограничена на отрезке АВ, или мы имеем дело не с отрезком, а с неограниченным множеством, тогда вот здесь у нас стоит интеграл несобственный, и, конечно, из абсолютной исходимости, это сильная исходимость, из абсолютной исходимости следует исходимость интеграла от самой функции f. Вот здесь такой нюанс. Итак, мы определили пространство L1R. Еще одно определение, еще одно пространство, ну, это пока не пространство, пока множество, пока определили множество функций абсолютно интегрируемых на множестве х. Так, следующее определение. Следующее определение. Функция у, равная f от х, называется абсолютно интегрируемой абсолютно интегрируемой с квадратом, с квадратом, с квадратом на множестве х, х, если, напишу так, интеграл от а до b, f от х по модулю в квадрате дх, сходится, если этот интеграл сходится. ну, ну, давайте обозначение опять, обозначение, обозначение, значит, совокупность абсолютно интегрируемых с квадратом на множестве х-функций мы обозначим l2 r от х. Ну, вот, эта двоечка, да, у модуля появилась степень 2, и вот она появилась здесь у нас. Естественное обозначение. Ну, давайте напишем замечание. 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 Естественно, посмотрите, если функция f у нас, значит, определена на множестве х, и она действительно значная, то в этом случае модуль f в квадрате конечно равняется f квадрат. Вот. Но если f, если f комплексно-значная функция, то, конечно, модуль f в квадрате не равно f в квадрате. Поэтому в определении пишут модуль в квадрате. Ну, а поскольку мы с вами будем иметь дело, пока будем иметь дело с действительно значными функциями. Поэтому вот здесь модуль конечно можно опускать, писать квадрат. Это будет корректно. Так, значит, вот теперь после того, как я ввела два этих множества, множество l1r от x и l2r от x, я их начну превращать функциональное пространство. Переходим сюда, на эту доску. А там у меня за это есть кто-то из студентов? Или я так за экраном? А? Нет, не за это. Ух ты! Ну, ладно, считаю для них. Остальные будут похватиться. Так. Значит, теперь мы будем говорить, превращать эти пространства. Да, ну и давайте рассмотрим, конечно, как связаны между собой вот эти множества. Сначала я покажу примерчик, простой пример. Пример. Значит, вот давайте возьмем в качестве множества x. Я возьму интервал 0, 1 и возьму функцию f от x равную 1 делить на корень из x. Значит, эта функция у нас определена на данном интервале. Определена на данном интервале. Ну, поскольку она принимает только положительное значение, я не буду писать модуль. Понятно, что интеграл от 0 до 1 dx делить на корень из x является сходящимся. Является сходящимся. f квадрат 1 на x. Эта функция опять определена на нашем интервале, но интеграл от 0 до 1 dx делить на x является расходящимся. То есть я могу говорить, что мы можем сказать, что функция f она принадлежит множеству абсолютно интегрируемых функций на x и в то же время эта функция не является абсолютно интегрируемой с квадратов на этом множестве. Вот такой простой примерчик показывает, как могут между собой соотноситься эти множества. В дальнейшем в основном я буду, конечно, иметь дело с функциями дважды абсолютно интегрируемой, потому что это множество я буду превращать в предгильбертово пространство, ну или иначе говоря, вам более известное, созвучное в Евклидово пространство. Об этом мы сейчас поговорим еще. Ну, а для начала давайте убедимся, что это множество или 2r от x вообще говоря, является линейным пространством относительно операции сложения функции умножения на число. Итак, запишем предложение. 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 Значит, l2r от x является линейным пространством, является линейным пространством относительно операции сложения функции и умножения функции на действительное число. Значит, относительно операции сложения сложения функций и умножения функций на действительное число. Ну, давайте докажем. Простенькое предложение. Значит, сначала наводим такую вот линейную структуру на этом множестве. Итак, доказательства. Итак, у меня есть две функции f и g, которые являются абсолютно интегрируемые с квадратом. Являются абсолютно интегрируемые с квадратом. Так, я беру произвольные действительные числа альфа и бета. Рассматриваю функцию h, равная альфа, умноженная на f плюс бета, умноженная на g. То есть я одновременно и сложение и умножение функции на действительное число использую. Значит, мне надо показать, что надо доказать, что вот эта вот линейная комбинация функций также принадлежит l2. Также принадлежит l2. Значит, пишем интеграл от а до b модуль h от x в квадрате dx равняется интеграл от а до b, но я пока вот тут модуль напишу, альфа квадрат f квадрат плюс 2 альфа бета f умноженное на g плюс бета квадрат g квадрат dx. Ну, модуль суммы меньше либо равен суммы модулей. Значит, я пишу альфа квадрат ну и пользуюсь линейностью. Давайте интеграл от а до b f в квадрате dx плюс ну давайте так альфа бета выкачу а модуль альфа модуль бета а двойку оставлю под интегралом интеграл от а до b 2 модуль f умножить на модуль g dx плюс бета квадрат интеграл от а до b g в квадрате dx меньше либо равно так, я перешла на эту доску меньше либо равно меньше либо равно и теперь посмотрите, я воспользуюсь вот таким неравенством 2 модуль f умножить на g меньше либо равно f в квадрате плюс g в квадрате значит, в результате я могу написать, что это меньше либо равно значит, вот это я еще умножу на 2 напишу вот так меньше либо равно альфа квадрат плюс модуль альфа модуль бета интеграл от а до b f квадрат dx плюс бета квадрат плюс модуль альфа модуль бета вообще говоря, у меня, конечно, эта двойка в неравенство ушла, я здесь просто увеличила в 2 раза умножила поэтому поставила еще меньше либо равно интеграл от а до b g квадрат dx функция f абсолютно интегрируемая с квадратом интеграл сходится функция g абсолютно интегрируемая с квадратом интеграл сходится следовательно, отсюда мы делаем вывод, что интеграл от а до b h квадрат dx тоже является сходящимся тоже является сходящимся вот значит, такое доказательство такое доказательство здесь немножечко для пространства обратить внимание для пространства L2 АТР я должна была использовать вот это вот неравенство которое у меня вот здесь вверху написано должна использовать было вот это неравенство вот ну а пространство L1 АТР также является линейным пространством но там доказательство совсем простое там доказательство совсем простое Там даже, как говорится, вот здесь не надо было опираться. Итак, переходим на эту доску. Мы превратили эти множества L1Rx и L2Rx, множество абсолютно интегрируемых, и абсолютно интегрируемых с квадратом совокупность функций, мы превратили в линейные пространства. Обратите внимание, попутно мы с вами доказали, что вот если, смотрите, вот на это неравенство, посмотрите на это неравенство. Если F и G являются абсолютно интегрируемые с квадратом функции, то их произведение является абсолютно интегрируемой функцией. Является абсолютно интегрируемой функцией. Ну, это, так сказать, по ходу замечания. Теперь переходим на эту доску. Вот, значит, теперь посмотрите, значит, следующая моя задача какая? Вот это линейное пространство L2Rx я должна превратить в евклидовое пространство, то есть в пространство со скалярным произведением. Вот просто так в лоб вести скалярное произведение я не могу. На этом пространстве не будет выполняться одна из аксиом скалярного произведения, а именно равенство нулю скалярного произведения тогда и только тогда, когда элемент у нас нулевой. То есть посмотрите, если функция f тождественно равна нулю на множестве x, то, конечно, отсюда следует, что интеграл от а до b f в квадрате dx, конечно, он будет равняться нулю. Но обратите внимание, вот такой интеграл будет равняться нулю даже в том случае, если функция отлично от нуля, ну, в неком, скажем так, конечном числе точек или даже в счетном числе точек, которые, значит, для любого ε мы можем покрыть множеством, мера которого меньше любого наперед заданного этого числа. То есть вообще говоря, функция может быть неравной тождественно нулю, но тем не менее интеграл от ее квадрата равняется нулю, равняется нулю. И тем самым у нас вот эта аксиома скалярного произведения выполняться не будет. Что нам для этого надо сделать? А мы будем строить так называемое фактор пространства или пространство классов эквивалентности значит, на нашем заданном линейном пространстве L2 от R. Значит, а для этого мы введем несколько определений. Значит, я обозначу вот такой буковкой R рукописное. Это отношение на множестве, ну, пока абстрактное, на множестве m. Отношение на множестве m. Запись X, R, Y, где X и Y – это элементы нашего множества m, означает, что элемент X находится в отношении R с элементом Y. Ну и наше определение. Отношение R. Отношение R называется отношением эквивалентности, эквивалентности, если выполнены следующие три утверждения. Первое. Х находится в отношении R с самим собой. Х. Значит, это свойство назовем рефлексивностью. рефлексивностью. Так, сюда перехожу. Второе свойство – это свойство симметричности. свойство симметричности. Если X находится в отношении R с элементом Y, то элемент Y находится в отношении R с элементом X. симметричность. 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 Так. Ну и, наконец, третье. И, наконец, третье свойство. Третье свойство. Третье свойство. Тьфу. Третье свойство, уже думаю. Значит, если элемент Х находится в отношении R с элементом Y и элемент Y находится в отношении R с элементом Z, то элемент Х находится в отношении R с элементом Z. Ну, это понятно, да? Транзитивность. Транзитивность. Так вот, мы теперь с вами на линейном пространстве абсолютно интегрируемых с квадратом функций и введем отношение эквивалентности. Ну, напишем это в виде предложения. Предложение. Предложение. Если, значит, х находится в отношении у. Значит, если вот это по определению... Только давайте не х уже и у, а функции будем обозначать f и g. Если, поскольку я буду, значит, рассматривать абсолютно интегрируемые с квадратом функции, значит, если по определению это означает... Что значит это отношение? Это означает, что интеграл от а до b модуль f от x минус g от x в квадрате dx равен нулю. Ну, модуль можно не писать, как я уже говорила. Давайте я поставлю квадратные скобочки. Модуль можно уже не писать, потому что модуль в квадрате – это квадрат. Вот, значит, если я введу такое отношение на множестве, на линейном пространстве l2r от x, если вот я введу такое отношение на l2r от x, то r – отношение эквивалентности, то r – отношение эквивалентности. Ну, давайте посмотрим, действительно убедимся, что r – у нас отношение эквивалентности. То есть все три свойства для введенного отношения действительно выполнены. Ну, посмотрите на это определение, да? Значит, симметричность, рефлексивность, f равно g, очевидно. Дальше симметричность, мне без разницы за счет этого квадрата, f минус g или g минус x. Ну, и, наконец, транзитивность. И, наконец, транзитивность. Давайте докажем, вот это мы с вами и докажем. Значит, что у нас выполнено? f – интеграл от а до b, f от x минус g от x в квадрате dx равен нулю. Значит, теперь что мне надо доказать? Ну, мне надо доказать, значит, надо доказать, что интеграл от а до b, f от x минус h от x в квадрате dx равен нулю. Ну, давайте я рассмотрю вот этот квадрат. f от x, ну, от x не буду писать, минус h равняется f минус g плюс g минус h в квадрате. Значит, если я это возведу в квадрате, ну, напишу меньше либо равно, потому что поставлю модули там. Значит, это будет f минус g в квадрате плюс 2 модуль f минус g на модуль g минус h плюс g минус h в квадрате. Ну, а дальше я опять воспользуюсь тем, ну, а дальше я опять воспользуюсь тем неравенством, которое я уже использовала раньше. Значит, вот это произведение меньше либо равно, чем f минус g в квадрате плюс g минус h в квадрате. Значит, в результате я получаю 2f минус g в квадрате плюс g минус h в квадрате. Значит, вот это неравенство. Ну, а дальше я могу что уговорить? Значит, что вот этот интеграл, с одной стороны, он больше либо равен нуля, да, потому что здесь у меня неотрицательное выражение стоит. А с другой стороны, он меньше либо равен 2 интеграла от этого плюс 2 интеграла от этого. Оба интеграла равны нулю, значит, здесь у нас будет стоять за счет этих нулей 0. 0, будет стоять 0. Вот. Так, перехожу на первую доску. Значит, таким образом, таким образом, вот это введенное отношение r является отношением эквивалентности. И мы будем говорить в дальнейшем, я уже про это самое буду говорить, что функция f эквивалентна функции g, если имеет место вот это равенство. Обозначать я это буду символом волнистая волна, да, сейчас обозначим. Итак, мы будем использовать, действительно, введенное отношение является отношением эквивалентности, поэтому мы будем говорить об эквивалентных функциях и утверждать. Значит, f эквивалентно g, f эквивалентно g, интеграл от а до b, f минус g в квадрате dx равен нулю. Эквивалентно. Итак, смотрите. Все линейное пространство l2r от x я разбиваю на классы эквивалентности, используя вот это определение. Значит, если функции принадлежат одному классу эквивалентности, значит, то здесь есть у нас равенство. Тогда, тогда я могу рассмотреть уже вместо вот этого линейного пространства так называемое фактор пространства по введенному отношению эквивалентности r. То есть, смотрите, что у меня произошло. Я линейное пространство l2r от x разбила на классы эквивалентности, причем функции, принадлежащие разным классам эквивалентности, конечно, они не эквивалентны между собой. И с точки зрения, смотрите, интеграла вот этого от а до b, f минус g в квадрате, я не могу различать функции, принадлежащие одному классу эквивалентности. Я их не различаю. Я беру представитель из этого класса, а все остальное там эквивалентно. Зачем мне нужна? Зачем мне нужна это вот разбиение на классы эквивалентности? Да потому что в один класс эквивалентности у нас попадает функция, тождественно равная нулю на множестве x. И функции, которые отличны от нуля, например, в конечном числе точек множества x. Например, с точки зрения вот этого введенного отношения к эквивалентности, я их не могу различить. Я их не могу различить. Вот. Значит, и вот такой вот фактор пространства, то есть совокупность классов эквивалентности мы будем обозначать, вот посмотрите, я уже буду волнистую буковку L писать, L2R от x. Вот это вот фактор пространства, то есть совокупность классов эквивалентности превращает, значит, наше вот линейное пространство в пространство L рукописное, 2R от x, на котором я уже могу ввести скалярное произведение, а именно для любых функций F и G, уже принадлежащих вот этому пространству, я определяю скалярное произведение. F умноженное на G, мы не будем на перерыв переключаться, я просто на 5 минут раньше закончу, все, значит, введем скалярное произведение как интеграл от A до B F от x умноженное на G от x dx. И вот уже для такого, таким образом введенного скалярного произведения все аксиомы, все аксиомы скалярного произведения будут выполняться. Ну, давайте в этом убедимся, давайте в этом убедимся, а именно, а именно, докажем вот следующее предложение, что скалярные произведения для эквивалентных функций, они будут совпадать. Они будут совпадать. Они будут совпадать. Значит, предложение. Значит, если F эквивалентно F с волной, а G эквивалентно G с волной, ну, я уже не буду писать, что это вот VL2R от x. Значит, вот фактор пространства в этом. Значит, если F эквивалентно F с волной, G эквивалентно G с волной, то скалярное произведение F на G равняется скалярному произведению F с волной на G с волной. Доказательства. Значит, здесь я буду при доказательстве использовать неравенство Каши-Буняковского. Значит, здесь я буду использовать неравенство Каши-Буняковского. F на G меньше либо равно корень F на F. Ну, только модуль, да? Ага. Корень G на G. Значит, я буду использовать вот это вот неравенство. Ну, давайте. неравенство Каши-Буняковского. Итак, смотрю модуль разности этих скалярных произведений. Модуль F скалярно на G минус F с волной скалярно на G с волной. Значит, я добавлю скалярное произведение вот такое и вычту. И вычту. F на G минус F G с волной плюс F G с волной минус F с волной G с волной. F не буду еще неравенство оценки делать. Равняется модуль F, используя свойство скалярного произведения, G минус G с волной Модуль суммы меньше либо равен суммы модулей, а каждый из этих модулей по неравенству Каши-Буняковского меньше либо равен произведению этих корней. Поэтому меньше либо равно. Меньше либо равно. Так, корень F на F на корень G минус G с волной на G минус G с волной. Так, плюс корень F минус F с волной умножить на корень G. Посмотрите, поскольку G и G с волной эквивалентны, F и F с волной эквивалентны, то вот это равно нулю. Это у меня равно нулю. Ну, а давайте на этой доске. А с другой стороны мы здесь что получали? Что это модуль разности, он, конечно, больше либо равен нуля. Отсюда следует вот это наше требуемое равенство. То есть, если я беру одного представителя из класса эквивалентности, беру другого представителя из другого класса эквивалентности, какие бы я их ни взяла, у меня скалярные произведения будут совпадать. И вот отсюда понятно, что скалярное произведение, вот введенное нами, введенное скалярное произведение, оно обладает всеми требуемыми свойствами, удовлетворяет всем требуемым аксиомам скалярного произведения. Вот. Таким образом, пространство, линейное пространство L2R от х, пространство абсолютно интегрируемых с квадратом функций, вот путем введения такого отношения эквивалентности, мы превращаем в пространство со скалярным произведением. Ну, у вас в курсе линейной алгебры пространство со скалярным произведением назывались евклидовыми пространствами. Значит, но поскольку там вы имели дело с конечномерными, конечно, пространствами, в линейной алгебре в основном имеете дело с конечномерными пространствами, а пространство абсолютно интегрируемых с квадратом функций, абсолютно интегрируемых функций – это бесконечно мерные пространства, то иногда в литературе такие пространства со скалярным произведением называются предгильбертовыми пространствами. То есть дальше я буду использовать для этого пространства название предгильбертово пространство. Предгильбертово пространство. Вот этой терминологией мы будем с вами пользоваться. Ну, теперь давайте еще немножко терминологии, еще немножко функциональных пространств, с которыми мы в дальнейшем будем с вами, которыми мы будем использовать, которыми будем пользоваться. Значит, и первое пространство, которое мы введем, это так называемое нормированное пространство. Итак, определение. Определение. Значит, линейное пространство. Ребятки, значит, здесь мы уже линейно предполагаем, что линейная структура на множестве у нас наведена. И мы имеем теперь дело с линейными пространствами. Линейное пространство L называется Нормированным пространством, если на нем введена функция, которая обозначается вот так, две черточки, точка, называемая нормой. Нормой, которая обладает следующими свойствами. Первая норма х плюс у меньше либо равна норма х плюс норма у. Для любых х и у, принадлежащих r. Неравенство треугольника. Второе. Норма альфа, умноженная на х, равняется модуль альфа, умноженная на норму х. Для любого элемента х, принадлежащего л, и для любого действительного числа альфа. Третье. Норма х больше либо равна нулю. Норма х равна нулю в том и только в том случае, когда х равно нулю. Вот таким образом мы определили нормированное пространство. Ну давайте посмотрим, зачем я его... Да, ну и нормированное пространство. Я его буду обозначать рукописной буковкой N. Значит, это линейное пространство, на котором у нас введена норма. Вот давайте вспомним, с какими мы с вами еще пространствами имели дело. А мы с вами имели дело с метрическими пространствами. Это на линейном пространстве вводилась метрика. На линейном пространстве вводилась метрика, то есть функция, которая измеряет расстояние между элементами. Так вот, смотрите, если у меня есть нормированное пространство, то я его могу, конечно, превратить в метрическое пространство. Итак, из нормированного пространства я могу превратить в метрическое пространство, полагая расстояние между элементами х и у нашего линейного пространства L. Это норма х минус у. То есть, если у меня есть нормированное пространство, я его могу, напишем так, для любых х и у, принадлежащих линейному пространству L. То есть, смотрите, если у меня есть нормированное пространство, я его могу путем введения вот такой метрики превратить в метрическое пространство. А вы теперь вспомните, а в метрическом пространстве у меня определялось понятие сходимости последовательности, определялись понятия фундаментальной последовательности, естественно, определялось понятие полноты метрического пространства, в котором любая фундаментальная последовательность является сходящимся, полное пространство. Значит, все то же самое я могу проделывать в нормированных пространствах, все то же самое, поскольку у меня норма связана с метрикой таким образом, вернее, я ввожу метрику, используя данную норму. Обратите внимание, еще четко, нормированное превращаем в метрическое, не наоборот. Так, перехожу на первую доску. К чему я это все говорила и вводила, нормированное пространство? А это все сводится к тому, что на самом деле пространство абсолютно интегрируемых функций, абсолютно интегрируемых функций, я могу превратить в нормированное пространство, но, конечно, не могу превратить в предгильбертово. То есть я там скалярное произведение вести не могу, но превратить его в нормированное пространство я могу. Вот сейчас мы это с вами и проделаем. Итак, я беру линейное пространство, абсолютно интегрируемых на множестве х функций. И опять ввожу отношение эквивалентности. Значит, f эквивалентно g, если интеграл от а до b, модуль f от x минус g от x dx равен нулю, равен нулю, равен нулю. Таким образом, используя это отношение эквивалентности, я могу l1r от x по нему факторизовать и получить множество классов эквивалентности, то есть фактор пространства, которое мы будем обозначать l1r от x. И вот уже на этом пространстве, это пространство, я могу превратить в нормированное пространство, я могу превратить в нормированное пространство, вот именно l1. Значит, я напишу l1r от x, нормированное пространство. Это, если я норму f определю, как интеграл от а до b модуль f, ну, модуль f от x, давайте уж отмечу, f от x dx. Вот. Вся та же самая ситуация. Почему я не могу l1r от x превратить в нормированное пространство, прямое l1, абсолютно интегрируемых функций? Да потому что не будет выполняться аксиома третья нормы. Не будет выполняться третья аксиома нормы. В этом вся проблема. Однако, значит, если я рассмотрю факторизацию множества вот этого линейного пространства, абсолютно интегрируемых функций, если я рассмотрю факторизацию, то уже на фактор пространстве я могу ввести норму. Я могу ввести норму и тем самым превращаю я его в нормированное пространство. В нормированное пространство. Значит, обычно это пишут вот эту норму и здесь ставят циферку 1. Обычно ставят циферку 1. Вернусь на третью доску. Смотрите, а что делать, если у меня есть предгильбертово пространство? Пространство со скалярным произведением. L, точка, запятая, точка. Значит, вот предгильбертово пространство я также могу ввести, превратить в нормированное пространство. Каким образом? А я норму элемента F определяю как корень из скалярного произведения. Таким образом, я вот теперь здесь сотру определение нормированного пространства. Таким образом, вот это фактор пространства L2 R от X я могу превратить в нормированное пространство. В нормированное пространство. В нормированное пространство. А именно на пространстве L2 R от X я определяю норму элемента. И вот здесь пишу циферку 2. Значит, как корень квадратный интеграл от A до B F в квадрате от X DX. Итак, и пространство L1 R от X я превратила в нормированное пространство. И пространство L2 R от X я превратила в нормированное пространство. Ну и давайте небольшое предложение. Как связаны между собой эти нормы? Как связаны между собой эти нормы? Доказательство L2 R от X Ну, доказательство, значит, предложение. Пред-ло-жение. Пред-ло-жение. Значит, норма F первая меньше либо равна корень из B минус A норма F вторая. Ну, как это доказывается? Как это доказывается? Давайте я вот здесь доказательство вот так отчеркну и приведу небольшое доказательство. Значит, мы пишем интеграл от A до B модуль F от X dx используя неравенство Каши-Буниковского меньше либо равно корень интеграл от A до B F в квадрате от X dx корень интеграл от A до B dx равняется корень из B минус A это вот этот интеграл корень интеграл от A до B F в квадрате от X dx Но вот это у нас норма F первая а вот это у нас норма F вторая норма F вторая ну вот самое важное что вытекает из этого предложения если функция F принадлежит L2 R от X то отсюда следует что F принадлежит L1 R от X то есть пространство L2 R от X содержится в пространстве L1 R от X вот такое замечательное свойство такое замечательное свойство и на этом значит пока с функциональными пространствами мы закончили и начинаем параграф 2 прежде чем мы перейдем к рядам Фурье параграф 2 ну некоторые вспомогательные утверждения для абсолютно интегрируемых функций ну они конечно так написаны некоторые я сказала некоторые вспомогательные на самом деле самый главный здесь результат это Лемма-Риммана об исцеляции ну или теорема Риммана об исцеляции обычно Лемма-Риммана об исцеляции говорят вот я сформулирую это в виде теоремы и так параграф 2 параграф 2 некоторые вспомогательные утверждения для абсолютно интегрируемых функций некоторые вспомогательные утверждения для ну вот напишу так L1 R от X линейное пространство абсолютно интегрируемых функций здесь важную роль играет следующая теорема а давайте в квадратных скобках напишем Лемма-Риммана об исцеляции так я смотрю сколько там времени еще есть у нас Лемма-Риммана Лемма-Риммана об исцеляции Лемма-Риммана об исцеляции исцеляция колебания так утверждение очень простое если функция F абсолютно интегрируема на множестве X то справедливые вот такие равенства предел при T стремящемся к бесконечности интеграл от A до B F от X косинус TX DX равен нулю при T стремящемся к бесконечности вот это очень важное утверждение по сути дела на нем и ну как говорится это фундамент рядов FURIE сейчас мы с вами докажем это утверждение значит и сначала я буду доказывать самый простой случай значит доказательство доказательство разобью на 2 значит первый у меня пункт будет функция F значит X это у меня ну пусть X это отрезок AB отрезок ограниченное множество отрезок AB F и F интегрируема понятно в смысле Риммана интегрируема на отрезке AB значит что значит функция интегрируемая мы вспоминаем критерий интегрируемости функции на отрезке AB для любого наперед заданного положительного числа E E найдется разбиение T ну давайте я его напишу A равняется X0 строго меньше X1 строго меньше и так далее строго меньше XK равное B так разбиение такое что верхняя сумма дорбу соответствующая данному разбиению T минус нижняя сумма дорбу этого разбиения меньше E меньше E и вот теперь я беру ну давайте я с синусом буду доказывать я беру вот этот интегральчик от A до B F от X синус T X DX ну поставлю модуль поставлю модуль и начинаю вот этот отрезок AB начинаю этот отрезок AB разбивать на отрезочки на отрезочки ну пока напишу вот так значит сумма и от единицы до K K это вот у меня последняя да это интеграл от X и минус 1 до X и того ну давайте напишу вот так F от X минус M маленькое итое где M маленькое итое это инфинум F на отрезки разбиения вот так пока синус TX минус плюс сумма и от единицы до K интеграл от X и минус 1 до X и того M итое синус TX DX модуль 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 ну давайте пока еще не буду раскрывать ну здесь понятно что такое будет да а ну или давайте дальше раскрою меньше либо равно меньше либо равно а вот тут DX забыла еще написать DX плюс меньше либо равно сейчас чтобы ни лишнего не писать я меньше либо равно значит модуль суммы меньше либо равен суммы модулей модуль синус единица модуль F от X минус M итое от X я могу написать как M большое итое минус M маленькое значит вот это я и напишу значит сумма и от единицы до K модуль ну модуль уже можно не писать поскольку M большое итое минус M маленькое итое значит давайте я все-таки помечу что M маленькое итое это инфинум на отрезке X X и минус 1 X итое функции F а M большое итое ну то что в суммах дорбу это супремум функции F X и минус 1 X итое супремум так значит это это а это D дельта X итое длина отрезочка разбиения теперь что будет у меня здесь а здесь у меня будет сумма плюс сумма и от единицы до K модуль M итое делить на модуль Т так а здесь у меня косинусы да но поскольку косинус минусом я напишу так модуль да модуль косинус Т X и минус 1 минус косинус Т X итое и давайте вот здесь вот я все-таки напишу не эпсилон а меньше эпсилон пополам в критерии перехожу на эту доску меньше либо равно что у нас представляет первое слагаемое а первое слагаемое это верхняя сумма дорбу минус нижняя сумма дорбу и это меньше эпсилон пополам ну напишу строго строго меньше эпсилон на 2 теперь давайте посмотрим а что у меня стоит вот здесь а здесь я могу написать плюс 2 умноженное на k деленное на модуль t умноженное на m где через m я обозначила супремум по отрезку ab модуля f значит каждый косинус модуль суммы меньше либо равен суммы модулей дает двойку это я ограничила сверху числом m и таких слагаемых у меня k посмотрите что вот это слагаемое собой представляет оно понятно что стремится к нулю при t стремящемся к бесконечности значит вот для того произвольного epsilon найдется t нулевое зависящее от epsilon такое что для любого t модуль которого больше t нулевое для любого t ну понятно что здесь положительный да вот я тут модуль не пишу вот для любого t выполняется 2k деленное на модуль t умноженное на m меньше epsilon пополам то есть этот замножитель тоже меньше epsilon пополам окончательно окончательно для для любого наперед заданного положительного epsilon теперь я перешла на ту доску нашлось положительное зависящее от epsilon число t такое что для любого t по модулю больше либо равного t нулевое что у меня выполняется интеграл от a до b f от x sin t x dx по модулю меньше epsilon меньше epsilon так сколько у нас там времени осталось так 40 минут как раз те 5 минут которые значит вот посмотрите лема ривана об осцилляции доказана для синуса да для случая синуса и случая когда f интегрируемая на отрезке а b функция значит следующий пункт я начну в следующий раз на следующей лекции на сегодня лекция закончена спасибо за внимание 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 спасибо за внимание